ПЛОДОНОСНЫ Сегодня некоторые перепутали славу с добром. Друзья мои, если мы смотрим на некоторых героев Библии, то они не совсем были-то и прославлены. Это сегодня мы о них знаем. У некоторых была такая судьба, чур меня, чур меня. Мы бы не хотели прожить такую судьбу. Это сегодня мы знаем конец этой судьбы, и мы так говорим об этом. И говорим, хотим подражать этим людям. Ну, желали бы вы пройти тот путь, который прошли они, и принести те плоды? Потому что без этого пути не было бы плодов в их жизни. Мы сегодня взираем просто на то, что уже совершилось в их жизни, и желаем того же. Но порой забываем тот путь, который они прошли. И вот Иисус говорит, если мы не приносим доброго плода, это аналогия с деревом, да, то такое дерево срубается и бросается в огонь. Друзья мои, Бог, когда придет на эту землю, Он будет судить нас не по дарам, данным нам, а по плодам, принесенными нами. Дары в помощь вам для того, чтобы приносить плоды. Дары в помощь вам, друзья, для того, чтобы приносить плоды. Без даров будет очень сложно приносить плоды, но можно. А вот без плодов дары становятся бесполезными. Это просто слава тебе в этом случае, какой ты прославленный. Еще мы говорили о том, что Бог провоцирует нас на действие тем, что помещает в зону бесплодия. Иногда мы оказываемся в зоне, в которой не приносим плода. И если вы попали в такие условия, где вы какое-то время не плодоносите, это не для того, чтобы обида закралась в ваше сердце, и вы начали осуждать всех вокруг, а для того, чтобы вы взревновали к новым действиям и сделали больше, чем обычно, пошли дальше, чем всегда. Потому что есть время, когда тебе надо расти, когда тебе надо делать уже больше, не останавливаясь, повышать свой духовный уровень, свой духовный рост. И мы видим на примере Анне, о которой мы говорим, мы взяли историю о женщине Анны. Анна. Я сегодня говорю о женщине, мы сегодня берем пример женщины. Дорогие мои, женщина тоже дает нам, мужчинам, порой замечательный урок. И эта женщина дает нам всем замечательный урок. Женщины, вы просто молодцы. Вы порой мудрее мужчин, которые должны быть где-то проворливее вас, но порой бывает не так. Слава Богу за вас, за красавиц, за прекрасных женщин, которые рядом с нами, которые хорошие помощники. Слава Богу. И сегодня мы берем пример с такой женщины из Ветхого Завета, которую звали Анна. И вот благодаря тому, что Анна оставалась какое-то время в бесплодии, она сделала или пошла дальше, чем ее соперница Финанна. Помните, Финанна она плодоносила, она рожала детей. А Анна не могла родить детей. И поэтому ей пришлось вступить с Богом в особенное отношение. И она заключила с Богом завет. Тем самым она пошла дальше, чем ее соперница. Но прежде чем Анна родила, она пришла в храм и стала молиться Богу, изливая свою душу перед ним. В этот момент ее заметил священник Илья, который подумал, что она пьяна. Если вы помните эту историю, то вы знаете, о чем я сейчас говорю. Если нет, мы будем читать, я буду вам открывать это своими словами, где-то что-то мы прочитаем. Но когда Илья обратил на нее внимание, увидел, что у нее шевелятся губы, но слов нет, он подумал, что она напилась вина. И он сказал ей, ты пьяна, Анна. На что она ему ответила, что от великой печали и скорби моей я вела себя так, изливая, она говорит, все изнутри себя. От великой печали и скорби моей я вела себя так, изливая. То есть освобождая свою внутренность от великой печали или изливая из себя все то, что накопилось во мне. Давайте мы прочитаем 1 царство, 1 главу с 12 стиха. Здесь написано об этом. «Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илья смотрел на уста ее, и как Анна заговорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илья счел ее пьяную. И сказал ей Илья, да коли ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина из секира я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Аллилуйя. Давайте мы поприветствуем наших телезрителей и всех, кто смотрит нас в соцсетях, потому что мы сегодня чуть пораньше начали для того, чтобы в конце был концерт для наших женщин, поэтому, дорогие, не уходите, в конце будет тоже интересно. Тоже интересно, видите, сейчас, я считаю, интересно, и потом будет тоже интересно. Аллилуйя. Да. И, друзья, мы читали и говорили в прошлый раз, я объяснял то, что Финана огорчала Анну тем, что рожала детей. И каждый год, когда муж Финаны и Анны, Елкана, ходил в храм приносить жертву, постоянно Анна скорбела внутри себя. Она плакала, она роптала на Бога, она имела печаль, и она горевала по этому поводу, что у нее нет детей, а у Финаны есть дети. И это продолжалось, я не знаю, сколько лет, но Писание говорит, каждый год, когда Елкана ходил, Библия не говорит этот период, но, скорее всего, это был долгий период, когда каждый год, когда Елкана шел приносить жертву, он приходил, там не полностью жертва приносилась, приходил и раздавал то, что оставалось от жертвы детям Финаны, самой Финаны. Анна все это наблюдала, она видела, как Елкана обращала внимание на детей. Наверное, он не молча говорил, он что-то говорил этим детям, может быть, за щеку их трепал, может быть, общался с ними, не просто он как собакам кидал кусок, на, он заходил, что-то делал, и у нее сердце ревновало. И она говорила внутри себя, почему у меня такого нет. И, естественно, она предъявляла требования к Богу, роптала на Бога, ты ее благословил, а меня нет. Мы-то никогда так не ропчем. Мы всегда радуемся, когда у брата больше, чем у нас. У нас такая радость, я так замечаю, когда все прибегают радостные и говорят, слушай, так здорово сегодня Сашу Бог благословил новым автомобилем. Он его не благословил, не надо писать в фейсбуках там нигде. Да, мы всегда радуемся, правда ведь? Это про нас. Да. Аминь, аминь, да. Хорошо. Слава Богу. И Анна так же радовалась. Тоже кричала, аминь. И видно, ей в один миг надоело такое состояние. Она роптала молча, друзья. Она не роптала во всеуслышание. Она молча переживала внутри себя эти переживания. Говорила Бог, почему не я? Почему не мне? Вот этого ты благословил, или эту ты благословил. И она сделала даже меньше, чем я. А я любимый, елканый, но у меня нет плода. Я в прошлый раз говорил, Анна понимала, что такое любовь. Она понимала, что от любви всегда рождается плод. Если ты находишься в близких отношениях с Богом, у тебя должен быть плод. Показание этого всегда плод. Не бесплодная жизнь. Если твоя жизнь бесплодная, у меня вопрос, есть ли близкие отношения с Богом или нет? Потому что, когда отношения близкие, от близких отношений, друзья, всегда рождается плод. Аллилуйя. И она понимала, что елкана любит ее, Анну. Но плода-то нет. И это состояние, видно, надоело ей. И вот она пришла в храм и изливала свою душу перед Господом. Аллилуйя подумал, что она пьяна. И он ей говорит, ты напилась вина. На что Анна ему ответила, нет, это от великой скорби и печали я себя вела так. Услышав эти слова, Илья обращается к ней 17 стих этой же главы и говорит ей следующее, иди с миром, и Бог, Израилев, исполнит прошение твое, чего ты просил у него. Она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой, и ела, и лице ее не было уже печально, как прежде. Друзья, вот что я хочу сказать, глядя на Анну. Чтобы получить что-то от Бога, необходимо вначале освободиться от того, что тебе мешает получать, друзья мои. Анна переживала по поводу того, что финана рожает, а она нет, и ее сердце было наполнено скорбью, печалью. И она пришла и стала перед Богом это изливать, изнутри себя вытаскивать то, что мешало ей получить семя и зачать. И только после этого Бог обратил на нее внимание, когда она вышла из храма с радостным лицом. Это свидетельствовало о том, что она освободилась от того, что ее огорчало. Знаешь, сегодня я смотрю, что почву нашего сердца отравляют многие вещи, которые не дают нам получить семя, которое зачнет, и родить, и принести плода. Горечь, обиды, недоверие, и все такое поместилось в нашем сердце. И оно отравляет почву, которую не способна сегодня плодоносить. И надо все излить из себя перед Господом. Интересно, что Анна не стала это изливать, перед Елканой, или перед Финаной, или еще перед кем-то. Она пришла в храм, и в храме Богу, или с Богом говорила о том недовольстве, которое есть внутри на ее. Знаете, это показывает нам путь, как мы должны себя вести. Мы должны также плохое говорить Богу, а хорошее друг другу. У нас же наоборот. Мы перед Богом такие все пушистые, розовые. Посмотри, Господь, какой я! Мы в молитве такие перед Богом приходим, но если там что-то, скажем, плохое. Ты когда-нибудь изливал перед Богом негатив на своего супруга? Не скажу, правильно. Я тоже не скажу. Зачем портить отношения? Надо быть мудрым. Ну вот, если у тебя есть негатив на кого-то, к Богу, перед Богом, изливай это. Друзья, вот вам секрет семейной жизни, вот вам секрет отношений в дружбе. Хорошее друг другу, плохое Богу. Еще раз повторю, кто не понял. Хорошее друг другу, плохое Богу. Это подарок вам, женщины, на 8 марта. Если ты будешь говорить плохие слова своему супругу, своему другу, он от этого не изменится. Он закроется и станет как неприступная крепость и будет оправдываться. Но знаешь, что произойдет? Эти слова ранят его, и он долгое время не сможет их забыть. Они разрушат все твои отношения. Знаете, мы с супругой, я иногда смотрю, до сих пор вспоминаем какое-то неаккуратно сказанное слово когда-то. Ну, не всегда, а так, знаешь, когда надо тебе обороняться, ты раз, и у тебя такой козырь в рукаве, джокер, ты такой держишь. Это только я, у вас так нет, у вас все по-другому. И раз этот козырь побольнее. Потом, конечно, думаешь, зачем ты так сделал, но оно выскакивает само. Как-то непроизвольно. Ты не всегда себя контролируешь, не всегда можно проконтролировать свои эмоции. Вот у вас пастор такой, не всегда контролирует свои эмоции. Я завидую вам, когда вы всегда под контролем держите свои эмоции. Вы молодцы просто. А я вот, знаете, несовершенный. Иногда бывает раз и сэмоционировал. Потом жалеешь, потом каешься. А поздно. Слово не воробей улетело, уже сказал. А человек, он еще как, он еще к этому слову прибавит 10? Нехороших, а негативных. Умножит потом на 3, потом возведет в степень и выдаст готовый результат. И на выходе, послушай, там будет не самое лучшее, я тебе точно говорю. Вот так происходит с людьми. Поэтому никогда, старайтесь, старайтесь, это трудно, никогда не говорить друг другу обидные слова, ставя штампы, ты такой, ты сякой, а ты это делаешь, потому что ты вообще ничего не знаешь, почему я делаю. Ты мое сердце не видишь. Результат, который выходит у меня на поверхность, иногда не всегда бывает подтверждением и состоянием моего сердца. Иногда это нелепость, глупость и еще что-то. Не всегда так бывает. Поэтому спроси меня, что я имел в виду. Знаешь, хорошо говорить друг с другом и верить друг другу. Видишь, что ты сделал, спроси, а что ты имел в виду? Это не так трудно. Не надо самому развивать мысль. Спроси, что ты имел в виду? И этим все, можно прекратить любую ссору, не развивая ее дальше. И мы видим, что Анна изливает горечь перед Богом. И что является доказательством того, что она достигла результатом? Радостное лицо. Она идет уже не такая печальная, у нее уже лицо радостное. Сегодня, когда ты видишь грустных и печальных и таких замкнутых христиан, мне кажется, что они шпионы дьявола. Ну а что он такой серьезный? Знаешь, у него глаз чуть прищурен, он подсматривает, наверное, за всеми там. Потом дьяволу докладывает там, что, как происходит. Друзья мои, верующие христиане, они радостные. У них лица светятся. Это и есть наш свет. Когда мы светимся перед этим миром, в любых обстоятельствах, какие бы ни случились, наше лицо сияет. А почему? Потому что у нас есть надежная опора, Господь. Это вы боитесь коронавируса, а я боюсь Господа. Аллилуйя, аминь, аминь, скажи нормально, да. И она пошла счастливой, она пошла радостной, потому что внутри ее уже не было того, что было раньше, не было той зависти, не было того огорчения, не было той печали, которая печалила ее сердце. Она пошла радостной. И знаете, Елкана, и написано, что Илья благословил ее, и написано в Первом Царстве в девятнадцатом стихе, мы продолжаем. И встали они поутру, когда она уже пришла такой радостной домой вместе с мужем, они встали поутру, и поклонились перед Господом, и возвратились, и пришли в дом свой, в раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она, от Господа я и спросила его. Друзья, написано, что познал Елкана Анну, и Анна зачала, и родила Самуила. А у меня вопрос, а что, Елкан ее раньше не познавал? А что, Елкана после того, как священник Илья его наставил, додумался, что надо со своей женой в интимные отношения вступить? Нет, это было всегда. Он всегда ее познавал. Он всегда наслаждался любовью с ней. Но она не могла зачать. А что произошло? А то, что она освободилась изнутри себя. И она востребовала из Бога. И ее почва, сердце стало плодородным, способным принять. И Бог вспомнил о ней. Знаешь, Бог всегда вспоминает о радостных людях. Аллилуйя! Хочешь привлечь Бога? Радуйся! Потому что это есть подкрепление в жизни твоей. А я внутри радостный. Послушай, на тебя, может быть, ты и внутри радостный, но когда я на тебя смотрю, я что-то не радостный. Знаешь, вот ты, может быть, внутри радуешься, там все. Ну да, и мне вместе с тобой порадоваться. Я хочу видеть твое улыбающее лицо. Знаете, я стал замечать, я хожу и замечаю, какое у меня выражение лицо. И я понял, через 10 минут, если бы я себя сам встретил, я бы навряд ли заговорил с таким мужчиной. Я говорю, давай, улыбайся. И я стал стараться так растягивать. И я думаю, что-то даже и не тянется. А потому что мышцы, они не растянуты, друзья, у тебя здесь. У тебя губы вниз падают, так вот. Тебе надо растягивать, тебе надо немножко тренировать мимику лица своего и улыбаться. Слава Богу, спасибо, Давид, тебе. Спасибо. Друзья, вы сейчас это смехом принимаете, но это очень глубокие откровения, которые вам помогут жить нормальной жизнью. Хочешь быть плодоносным? Освободись от всего, что мешает принимать семя, что отравляет твое сердце и не дает ему зачать и принести плод. Следи, друзья. Друзья, послушайте меня. Запомните это. Следите за почвой, а не за семенем. Семя, Слово от Бога, имеет стопроцентный потенциал. В нем нет ни больше, ни меньше. Оно стопроцентно имеет потенциал. А вот почва твоего сердца будет определять, сколько ты принесешь плода. Послушайте, сегодня большинство христиан бегают за семенем. Они везде слушают проповеди, читают Библии, книги перелопачивают, бегают за семенем, ищут семя, 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 семя. Но плода в их жизни нет, потому что они никакого внимания не обращают на почву. А семя, попав в неправильную почву, умирает. Может быть, ты наслаждаешься тем моментом, когда семя попадает в почву. Оно попадает в почву. Оно попадает в почву. Оно попадает в почву. Но ты не наслаждаешься моментом, когда оно растет и приносит плод, и ты становишься, знаешь, таким потребителем, ты уже не земля плодоносная, а амбар. Амбар не приносит плода, он может хранить семя, но он не приносит плода. Нам нужна правильная почва нашего сердца. И когда при Иисусе рассказывает притчу о сеятеле, он сказал, что семя кидается, семя всегда кидается, семя всегда сеется, но, но качество почвы определяет, сколько семя принесет плода, и вообще ли принесет она плод. Друзья, мы должны следить за нашим сердцем, мы должны предпринимать все необходимое для того, чтобы наша почва или почва нашего сердца была плодородной, потому что Господь Иисус все для этого сделал. Послушайте, Он рассказывает притчу, Евангелие от Луки, Бог говорил притчами, для того, чтобы мы, знаете, в этих притчах Бог не давал прям конкретную истину. Притча была рассказана для того, чтобы мы как бы домыслили, как бы включили свое разумение и начали думать, о чем вообще здесь говорят. Конечно, Он говорил аллегориями. И Он сказал такую притчу, помните Луки 13 глава. И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода, извиняюсь, на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожусь, руби ее. На что она и землю занимает. Но Он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода, если же нет, то в следующий год срубишь ее. Эта притча может отображать несколько образов. Первое, это израильский народ, когда Бог трижды приходил лично к ним и не нашел плода. И помните, Он потом как образ проклял смоковницу, Он проклял эту религиозную систему, и она засохла. Кто читает Библию, знает этот момент. Второе, это может отображать все человечество. И третье, это отображает христианство и нас самих, нас лично. Виноградник это церковь, в которую Бог нас насадил. Друзья мои, если мы будем внимательно читать проповедь, мы увидим, что инжирное дерево стояло в винограднике. На той территории, где оно не должно было находиться. Кто занимался виноградниками, он знает, что не надо, чтобы в винограднике росли другие растения, потому что они забирают влагу у лозы. А мы видим, что это дерево, оно еще и было бесполезным. Оно не приносило плод. Это так напоминает нас, когда мы, неприродная ветвь, были насаждены на лозу вместо отвалившейся природной ветви. И если мы не будем приносить плода, соответственно, эта ветвь будет отрублена, отсечена. Поэтому, друзья, мы должны быть полезны в царстве его, в винограднике его. Мы должны приносить плод. Как нам это сделать? Первое. Как нам приносить плод? Как нам следить, скорее всего, за почвой, не за семенем? Еще раз повторюсь, что семя имеет стопроцентный потенциал. Стопроцентный. Оно, если попадает в хорошую почву, оно обязательно прорастет. Мы об этом как-то поговорим. Но мы сегодня говорим о почве. Чтобы была правильная почва. Как подготовить правильную почву? Первое. Но прежде чем это сказать, послушайте, еще хочу провести аналогию, что в этой притче, в сущности, речь идет о том, что любое дерево, которое не приносит плод, срубается. Господин пришел и сказал, я не вижу плода, сруби. Но также в этой притче идет речь о виноградаре. О добром виноградаре, который упрашивает господина, подожди еще год. Это речь о Иисусе Христе, который сегодня от десною Бога ходатайствует о нас. Даже тогда, когда ты не приносишь плод, Он говорит Богу, ну подожди еще год. Давай потрудимся. Давай мы вскопаем Его. Давай мы унавозим Его. Давай мы сделаем плодородной Его почву. Давай мы будем с Ним работать. Иисус не отказывается от нас. Это люди могут отказаться от нас. Но Иисус до последнего борется за нас. Но также в этой притче мы видим, что время плодоношения ограничено, друзья. Он не говорит до конца жизни, давай оставим до тех пор, пока виноградник будет существовать, и мы будем следить за этой смоконницей. Он говорит, давай еще один год. Послушай, если ты не приносишь плод, вся Библия говорит, такая ветвь отсекается. Отсекается. И как сделать почву плодородной? Первое. Следи за тем, чтобы твое сердце было мягким и способным принимать. Мягким и способным принимать. Когда вскапывают почву, друзья, ее делают более рыхлой. Почему? Потому что у почвы есть такая функция спрессоваться. Видели, вот если почву не трогают, она превращается в дерн, в твердый такой слой почвы. Или если по почве ходят, ее так сбивают, если там даже трава не растет, она становится твердой. И когда идет дождь, мы можем увидеть, что дождь, он не проливает эту почву. Он не проходит туда глубоко. Он сверху вот этот верхний слой мочит, а глубоко, где есть корни растений, он не проходит. И на твердой почве, на сбитой почве, на дороге вы увидите, ничего не растет. Почему? Потому что ни кислород не поступает корням, ни живительная влага не поступает. Да и аминь, Бог сказал, что он заберет у нас твердое сердце, жесткое сердце, каменное сердце и даст нам сердце плотяное. Но со временем наше сердце имеет способность спрессовываться, становиться жестким. От того, что неудачи жизненные, от того, что братья помогают наше сердце трамбовать. Знаете, мы такие лучшие трамбовщики, друг другу трамбуем на свои сердца. Жены, мужья, пастора, лидеры. Мы все друг друга раним. И сердце начинает схлопываться. И мы начинаем думать так, а что это я буду открытым перед всеми? Они только и хотят меня обидеть, ранить. Поэтому я сделаю сердце жестким, закрою его в панцирь, чтобы в это сердце не попала никакая стрела. И сердце схлопывается. И схлопывается, естественно, по причине обид, разочарования, осуждений, греха. Все это делает наше сердце жестким. Поэтому, друзья, нам всегда нужно покаяние. Покаяние взрыхляет наше сердце. Покаяние перед Богом, перед людьми делает наше сердце мягким. Послушай, вот когда ты смотришь, вот когда твое сердце жесткое, когда ты не можешь покаяться. Вот ты начинаешь видеть, что что-то неправильно в отношениях с моим братом, с моим сестрой, с моим мужем, с моей женой. И ты думаешь, надо пойти, надо извиниться. И вдруг у тебя мысль, а что это я буду извиняться? Посмотри, и пальцы начинаешь загибать. Что он сделал против тебя? И знаешь, пальцы загибаются правильно. Все верно, все так, ничего нового нет. Я помню, у меня был пастор, его звали Андрей. Это начало моей жизни. Сначала был пастор Мацулла, потом мы открыли церковь в Коломне. У меня был пастор. Он на 6 лет моложе меня был. У меня образования у него не было, ничего. У меня высшее образование, знаете, я старше его, должность. Это многие пытаются осудить тебя за эту должность, знаете, они осуждают. Я так много слышу, ты тюремщик. И что? У меня высшее образование, у меня путь, у меня опыт, а у тебя чего? Только мнение обо мне. И все. И знаете, и ты иногда сам в этом мнение, я вот такой, да, у меня тут вот коллектив, у меня высшее образование, у меня все остальное. И мы с этим пастором дружили, общались, все было классно, здорово. И знаешь, когда церковь начинали, какие-то были договоренности. И в один прекрасный момент судьба распорядилась так, что мне надо было выбирать, то ли уходить и прекращать свою карьеру, то ли оставаться и продолжать свою карьеру. И вот из разговора со своими лидерами, пасторами и с этим человеком я принял решение, основываясь на наших договоренностях, о том, что надо прекращать карьеру. Никогда не основываясь на договоренностях с людьми. Люди несовершенны. И я первый. И обстоятельства меняются. И все было хорошо, но вдруг обстоятельства изменились. И этот человек, мой пастор, с которым мы служили, он приходит и аннулирует все наши договоренности, на которых я основывался. Понимаешь, это не просто там договоренности, пойдем туда или не пойдем. Эти договоренности были судьбоносны для меня. Они решали мою жизнь. И не только жизнь мою, а жизнь моей семьи, за которую я был ответственен. Этот человек просто взял, все изменил с легкостью. И у меня обида закрала из сердца. Как служитель Божий мог так поступить? Неверные люди так не поступают. Переживал когда-нибудь такое? Потому что ты на человека положился. А полагающийся на плоть. И вроде бы все по справедливости. Ничего из пальца не высосано. Вот договоренность, вот изменение этой договоренности. И все, моя жизнь крахом пошла, в моем разумении. Потому что я опирался на договоренности. Знаешь, когда у тебя есть договоренность, обещание, так легко строить свою жизнь. А тут раз тебе и основание выбили. Нет договоренности. И знаете, что пришло? Пришла обида в сердце на этого человека. Конечно, я не признавал, что это обида. И когда он начинал звонить, мне на телефон, мне не хотелось брать трубку. Не бывало с вами так никогда? Ты видишь, у нас сейчас нормально все там высвечивается кто? И у тебя так несколько секунд. Меня нет, я умер, я вознесся. А пусть думает, что хочет. И тебе так вот, знаешь, внутри так нежелательно взять трубку. Ну, о чем говорить? И я стал бегать от него. Бегал разными путями. Сам себе служение напридумывал. Уже планы настроил, громадья целые. Как мне быть, как мне... Знаете, такую антикризисную программу. Вы не строите никогда антикризисную программу такую? По выходу из сложившихся ситуаций. Я такую себе нарисовал. Все, выходить из этих ситуаций. А сердце все жестче и жестче. Я перестал видеться с этим человеком. Стал избегать его. И потом мы поехали на энкаутер. А у меня робот стал появляться. Он не проявлялся наружу. И мне так казалось. Внутри просто я улыбаться меньше стал. Я, наверное, все счастлив был, а сейчас не очень. Сейчас внутри стал улыбаться. Мы поехали на энкаутер. И я понимал, что это проблема. Мне надо что-то с ней сделать. И я стою, думаю, кому покаяться? И вдруг стоит человек, который незнакомый пастор. А всегда не хочется своему пастору каяться. Ты же там по-всякому. Вдруг он там не так... Не хочется, первое, репутацию свою портить. Ты же кристально идеально чистый. А вдруг пастор узнает, что у тебя такие проблемы. Все. Прощай, репутация. Второе. А вдруг он расскажет кому-то другим в церкви? Тоже такое есть. И еще есть некоторые вещи. И я нашел человека, который не из нашей компании был. Подошел к нему и говорю, вот такая-такая ситуация. Он не знал вообще ничего. Он ни меня не знал, никого. А там вопрос тоже пасторства стоял. Буду я пастором или не буду? Он не знал о том, что это вопрос. Он говорит мне, знаешь что? Ты однажды станешь пастором. Но то, что ты посеял сегодня, ты будешь пожинать в своей жизни. Как он был прав. Я освободился от этого. Но самое интересное. Я пришел жене, я рассказал супруге. Она говорит, давай их в гости позовем. Мы позвали их в гости, хотя они всегда у нас были в гостях. И когда они сидели перед нами, я открыл ему свое сердце. Я сказал, пастор Андрей, прости, вот, ну, попутал бес, а бес стоял, говорит, не, я вообще не путал, да? Змей попутал. И я ему открыл свое сердце. И мое удивление, знаешь, какое было в чем? А он даже вообще не знал об этом. Я-то думал, что обижаясь на него, вот так себя ведя, я ему как-то там намек даю на то, чтобы он покалился. И пришел к нашим договоренностям прежним. А он вообще об этом не думал, не знал и занимался своими делами. Меня это тогда так удивило. Мы, знаете, иногда думаем, что ты своим поведением мне вредишь. Ну, знаете, что произошло, о чем я хочу вам сказать? Вот этот период времени ни живительной влаги в мое сердце не поступало, ни кислород, ничего не приходило. Я был закрыт для Слова Божьего, хотя мне казалось, что Бог, ох, как со мной общался тогда. Никто со мной не общался тогда, потому что мое сердце не было способно ничего принимать. И я не знаю, кого я слушал в тот период, хотя я слышал и голоса, и все остальное. Я был бесплоден. Почему? Потому что сердце свое захлопнул. Я увидел, как только люди в церкви начинают обижаться на лидеров, на пасторов, они захлопывают свое сердце и прекращают живительной влаги поступать к ним. Друзья, не пастору плохо делаете в такой момент, а себя ограничиваете. Себя делаете бесплодным. Бог не может с человеком говорить в обиде его. Он может прийти сто процентов, он может тебя к покаянию побуждать, но продолжать с тобой делать что-то, Бог не делает так. Твои дары будут действовать, они непреложны. Бог хочет, чтобы ты в этот момент покаялся. И знаете, когда я покаялся перед человеком, как будто что-то открылось, шлюзы открылись, я стал слышать опять откровение в его словах, и опять стал принимать дружбу и все остальное. Потом, конечно, наши пути опять разошлись, мы с этим человеком опять немного поругались. Так бывает. Но совсем недавно я написал ему и сказал, прости меня, я каюсь перед тобой за все мои злодеяния. Я каюсь перед тобой. Он позвонил мне, мы час с лишним разговаривали с ним обо всем. И он у меня попросил прощения, и я попросил прощения. Слава Богу за зрелость. Слава Богу за зрелость. Что толку обижаться? Что толку захлопывать свое сердце? Это только вредит нам и больше никому. Сегодня столько людей, обиженных на пасторов, на служителей. Да подойди, благослови своего пастора и иди, начинай церковь, иди служи в других. Да никто же тебя не держит, друг ты мой. Ну кто здесь насильно кого держит, скажите мне. Я никого ни разу не проклинал, кто бы не уходил. Ни разу не говорил, будьте прокляты. Или вас проклянут. Вы знаете, вы от меня ушли. Все, в вашей жизни все рухнет. Нет. Это ваше дело. Вы себе принадлежите. Бог дал вам вашу жизнь. Я могу помочь вам только быть плодородным. И я вскапываю почву. Лопата касается этой почвы. Конечно, я знаю, чтобы вы хотели только ласкательные слова слышать, но иногда приходится вскапывать. Второе. Не живи славой прошлых плодов, приноси новые. Послушайте меня. Также в процессе перекопки почвы всегда удаляют корни сорняков и, внимание, и убирают остатки прошлого урожая, в котором могут зародиться паразиты. Знаете, сколько многих людей живут воспоминанием старых, прошлых заслуг, урожаем прошлым. Друг мой, тебя Бог поместил в эту церковь для того, чтобы ты еще больше возрастал. Отруби корни из той церкви. Хватит уже оттуда сосать соки. Некоторые настолько разветвили свои корни, что могут сосать с нескольких церквей соки. Но вопрос, где ты приносишь плод? Где ты плод приносишь? В каком месте? Может быть, ты соки и сосешь, а плод где? Друзья мои, отруби, отруби корни там, где ты был. Иначе ни здесь ничего не получишь, ни там ничего не возьмешь. Некоторые вот до сих пор так приросли, а у нас было так. А когда было, прошло. Павел четко, он говорит такую вещь, что забывая прошлое, он говорит, забывая прошлое, простираюсь вперед. Стремлюсь, говорит, к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе. Он говорит, есть всегда что-то выше, что-то больше. Стремись к этому. Хватит уже о своих наградах. Иногда с некоторыми разговариваешь, он говорит, а вот в 1674 году, я говорю, послушай, мы уже в другом веке живем. Ну хватит, расскажи, что ты вчера сделал, расскажи, что ты сегодня сделал, покажи свои заслуги сегодня. Хватит рассказывать о том, что было. Можно анализировать. Нужно, конечно, вспоминать о прошлом. Ну, жить этим не надо. Самое-то интересное, что когда ты соберешься вернуться в прошлое, ты приедешь, а его там не будет. Тебе нужно все по-новому устроить. И не факт, что все будет так. И знаешь, самое интересное, то, что ты не войдешь... Давайте попрощаемся, а то там весь уже отдел прыгает там. Аплодисменты. Аплодисменты.